МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. В студии Александр Базаров. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий. В Чебоксарах прошел кастинг на роли в новом фильме. Борьба в кругах власти. Кто из чиновников перетянул канат на себя? 795 миллионов рублей на вравнивание бюджета. 440 для строительства хирургического корпуса Республиканского онкологического диспансера. Михаил Игнатьев рассказал на еженедельном совещании о результатах встречи с президентом страны Владимиром Путиным. До празднования 550-летия Чебоксара остается 5 лет. А объекты строительства и реконструкции, приуроченные к этому событию, оказались в листах ожидания. Правительство России приостановило финансирование юбилейных дат из федерального бюджета. Позиции министерства финансов, отдельных министерств, не буду называть, хотят просто приостановить финансирование юбилейных дат в связи с тем, что в федеральном бюджете дефицит 3. Многие объекты попали у нас в листы ожидания. Михаил Игнатьев обратился к республиканским министрам. При первой же возможности, как только появятся средства, необходимо лоббировать интересы Чувашии. Среди прочих вопросов был и отчет министра экономического развития о реализации республиканской адресной инвестиционной программы по итогам первого полугодия. В 2014 году на финансирование объектов республиканской адресной инвестиционной программы предусмотрено направить порядка 5 миллиардов рублей, чуть-чуть бюджетных инвестиций, в том числе субсидий из федерального бюджета 2,3 миллиарда, примерно столько же, чуть больше, 2,3 из республиканского и из местного более 280 миллионов рублей. Так, в рамках республиканской адресной инвестиционной программы запланировано строительство 70 объектов. Из них 40 объектов, переходящие из 2013 года. В течение года за счет средств республиканского бюджета планируется ввести в действие 12 дошкольных учреждений. Еще 2200 детей получат места в детских садиках. Также будут открыты ФАПы, спортивные объекты. Предусмотрено строительство автомобильных дорог в республике. По многим объектам средства освоены на 100%, но проблемными остаются объекты федеральной программы «Чистая вода». В части освоения республиканских средств отметил министр экономического развития. Глава Чувашия акцентировал внимание на своевременном освоении выделенных средств. Выигравшие аукционы подрядчики должны сполна выполнить свои обязательства, подчеркнул Михаил Игнатьев. Министр образования рассказал о подготовке квалифицированных кадров. Многие предприятия открывают ресурсные центры на базе учебных заведений. Тем не менее, преодолеть дисбаланс между спросом и предложением в образовании пока не удается. В направлении такой подготовки, как экономика управления, сегодня готовится 3152 выпускника, а потребность всего 847, то есть четырехкратное превышение. Или гуманитарная специальность 2467, а потребность 557. Дисбаланс, к сожалению, сохраняется. Глава республики подчеркнул, что сейчас необходимо акцентировать внимание на подготовке высококвалифицированных рабочих. Нехватка таких специалистов обсуждается и на федеральном уровне. Татьяна Трофимова, Надежда Яковлева, Антон Вовк, Республика. Национальное телевидение «Чуваши» готовит к эфиру круглый стол на тему трудоустройства выпускников. Какие специальности востребованы у абитурентов и какие на производстве. Выпускники каких вузов трудоустраиваются без особых проблем, а каких идут на дополнительную подготовку. Среди экспертов программы – работодатели, представители вузов, студенты и специалисты. Принять участие в дискуссии можете и вы, прислав вопросы на наш электронный адрес. Или оставлять в группе «Национальная телевидение» компания ВКонтакте. Можно также продиктовать их по телефону 64 10 55 до 4 августа. К другим новостям. Демографическая ситуация в Чувашии улучшается. За последние полгода в республике появились на свет более 8,5 тысяч детей. Это на 174 ребенка больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Большинству родителей АЭС принес новорожденных во второй, а то и в третий раз. Семьям, решившимся на столь ответственный шаг, в республике уделяется особое внимание. Государственная помощь предоставляется в виде пособий, среди которых материнский капитал и ежемесячные денежные выплаты. Также многодетным семьям полагается земельный участок в собственность для индивидуального жилищного или дачного строительства. Однако на общем благополучном фоне тревожно выглядит статистика младенческой смертности. Второй год подряд фиксируется случай гибели новорожденных по недосмотру родителей. Происходят они уже после выписки из роддомов. В самих же медицинских учреждениях младенческая летальность снижается. Перед судом предстанет мужчина, совершивший побег из Новочебоксарской исправительной колонии номер 3. Напомним, в середине мая отбывающий наказание за убийство бежал из колонии и скрывался от органов правосудия. Более 40 сотрудников исправительного учреждения уже привлечены к дисциплинарной ответственности за халатность. О том, как проходит следствие, нам рассказал старший помощник руководителя следственного управления СКРП Чуваши Олег Дмитриев. По версии следствия около 3 часов ночи 19 мая текущего года в городе Новочебоксарске Сидоров, отбывавший наказание за убийство и кражу, совершил побег в территории исправительной колонии номер 3, где отбывал наказание. Он был задержан в ходе проводимых засадных мероприятий сотрудниками указанного исправительного учреждения на территории грузового речного порта в городе Новочебоксарске вечером 24 мая текущего года, после чего водворен в колонию. При этом в ходе задержания злоумышленник с целью скрыться нанес один удар, имевшийся при нем деревянной битой, одному из задерживавших его сотрудников колонии. В ходе допросов на стадии предварительного следствия Сидоров свою вину не признал, отдачу показаний отказался. Следователем в настоящее время собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено на Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу. Беспокойные выходные выдали из Чувашии. В республике произошло 6 ДТП. К сожалению, не обошлось и без жертв. В воскресном утром в Маргаушском районе около деревни Ивановка столкнулись два автомобиля. На трассе М7 влюбленная пара попала в смертельное ДТП. Столкнулись «Шевроле Авео» и грузовая машина «Скания». По предварительной версии легковушка под управлением девушки выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. В отделе ГИБДД по Маргаушскому району сообщили, что, вероятнее всего, водитель просто уснула за рулем. Виновница аварии 20-летняя девушка получила различные травмы и была госпитализирована в Чебоксарскую больницу скорой помощи. А ее пассажир, 23-летний молодой человек, от полученных травм скончался на месте. По словам очевидцев, в машине находился видеорегистратор, но запись пока не обнародована. В службу спасения обратились очевидцы дорожно-транспортного происшествия. Через 14 минут на место вызова прибыл дежурный караул местной пожарной части. Пожарные при помощи гидравлического аварийного спасательного инструмента разрезали двери и извлекли погибшего. Хотелось бы, конечно, обратиться к жителям республики, строго соблюдать правила дорожного движения. Ну и, конечно же, ко всем очевидцам, все, кто видит чужую беду, не проезжать мимо, а сразу же звонить по мобильному номеру, номер 112. Пассажиры поезда, который сегодня утром прибыл в Чувашию, скорее всего, в дороге не скучали. В нем ехала целая делегация писателей из Москвы. Встречала гостей Ольга Пырочкина. Этот поезд прибывает всего лишь в столицу Чувашии, но среди его пассажиров, к примеру, автор книги «Прибытие на Марс». Это лишь один из представителей целой делегации писателей из Москвы. Путешественники отмечают, под стук колес хорошо работает. Мы еще едем целой делегацией. Есть время, чтобы обсудить дальнейшие планы на будущее и творческие идеи. Вчера мы, например, уже продумали идеи будущих книг с коллегами, а также планы рассказа, которые хотим написать втроем. Вот это буквально вчера, вот поздно ночью, под утро, может, родилась идея. Пока писатели работали, остальные пассажиры, судя по всему, отдыхали и просвещались. Мы так громко говорили в поезде о литературе, что весь поезд пришел к нам слушать. Мы, на самом деле, обычно деньги за это берем, курсы литературные ведем и так далее, но тут пришлось бесплатно. Писатели сегодня провели отличную ночь в поезде, весь вагон оккультурился. Но, на самом деле, хочется не об этом поговорить, а о том, что с каким воодушевлением мы, вот, московская делегация, собрались отправиться в какое-то такое путешествие, потому что все-таки все люди, вот, если посмотреть, совершенно разных возрастов. И, тем не менее, желание поделиться своим творчеством, оно настолько велико, что литература не имеет границ. Подобные вылазки с белокаменной работники пера совершают каждый год. Цель очень простая – дружеские и культурные связи. Это была инициатива московской стороны. Это, скорее, такой культурный визит. Они, скорее, больше ознакомятся с республикой, с нашими творческими людьми, с местами, с краями. Возможно, это вылезет в нечто постоянное, может быть, что-то вроде литературного фестиваля на следующий год. В Чувашии гости пробудут до 31 июля. В их программе экскурсии – встречи с коллегами и читателями в Ядрине и Щебоксарах. Вероятно, обратно в Москву гости повезут не только свой багаж, но и новые впечатления, а, может быть, и новые задумки для творчества. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, «Республика». Возможно, что эмоции, полученные в Чуваше, реагут в основу произведения, которые можно будет экранизировать. Тем более, в Чуваше есть опыт создания художественных фильмов. Кинорежиссер, продюсер, актер и каскадер Юрий Спиридонов планирует снять новый фильм с пока рабочим названием «Сувар. Рождение легенды». На днях прошел первый этап кастинга по подбору актеров, на котором присутствовала и наша съемочная группа. Попробовать себя в роли одного из героев новой картины Юрия Спиридонова пришли около ста человек. Принять участие в кастинге мог любой желающий, независимо от пола, возраста и рода деятельности. От кастинга жду. Просто какие-нибудь впечатления для себя, потому что первый раз. Ну и посмотреть, что будет здесь проходить. Просто интересно. Кастинг мы решили провести не совсем традиционно сегодня. То есть это небольшая вводность самого создания проекта, кто будет в нем участвовать. И вторая часть нашей встречи непосредственно сам кастинг. Это видео-фотосъемка наших будущих актеров и тех людей, которые будут занимать место статистов и массовки. Сценарий будет завершен через полгода. Над ним будет работать директор театра и лаборатории «Эксперимент» Юрий Тесян, который, возможно, станет режиссером фильма. В основу сюжета войдет эпоха переселения в Волжской Булгарии из-за рождения чувашского народа. Сам же фильм выйдет на экранах города в 2019 году и будет посвящен знаменательной дате – 550-летию города Чебоксары. Многие из нас, живущих в Чуваше, не знают своих корней. И мы же хотим через культуру кино рассказать о своем большом эпическом кино, героическом кино, непосредственно жизни тех людей, наших предков. Главное требование от будущих актеров – умение вживаться в роль и любовь к истории чувашского народа. Каждого из желающих внесли в базу данных. Всех в ближайшее время пригласят на собеседование. А уже с сентября начнется работа. Обучение актерскому мастерству и непосредственно съемки. Екатерина Абрамова, Андрей Спиридонов, Республика. Многие жители Чуваше эти выходные решили посвятить спорту. В республике в очередной раз состоялся единый день здоровья. Государственные и муниципальные служащие собрались на спартакиаду. В Чуваше продолжается конкурс на лучшую команду среди органов власти. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Уж каких только не устраивали испытаний для участников этой спартакиады. Старожилы вспоминают, что в прошлые годы чиновники даже соревновались в искусном вождении автомобиля. Фантазия у организаторов не иссякает до сих пор. Это была по-настоящему экстремальная эстафета. Несмотря на пасмурную погоду, участники спартакиады преодолевали дистанцию в открытой воде. На суше заветные баллы для команды зарабатывали велосипедисты. Именно они были финишерами. На спартакиаде чиновники перетягивали канат и играли в мини-футбол. К этим матчам было приковано внимание всех болельщиков. Ведь именно здесь решался исход чемпионата, который стартовал еще зимой. На пятистал почета поднялись дружины Министерства юстиции, МВД и администрации Канажского района. Вообще сюда с расчетом на победу приезжают абсолютно все. К этим сборам команды готовятся задолго. В свободное от работы время чиновники тренируются в спортивных залах. Сегодня в администрации района тоже радует. Есть приток молодых специалистов, которые сегодня активно занимаются спектурой и спортом. Я сам тоже стараюсь по мировозможности заниматься, участвовать во всех мероприятиях. В волейбол, легкая атлетика и другие виды спорта. Участники спартакиады испытали на себе и комплекс упражнений ГТО. Честь команд отстаивали их капитаны. Главы районов, министры и депутаты подтягивались. Прыгали в длину и бегали на время. Пример всем показал и глава региона Михаил Игнатьев. А с этой осени детей к труду и обороне будут готовить во всех учебных заведениях республики. Стандарты ГТО испытали уже в 30 школах. В СССР включает два момента. Это первое тестирование. Каждый должен уложиться в свои нормативы. Есть и спортивная часть. И многие, особенно молодежь и старшего возраста, значительно превышают нормативы. И в этом плане они показывают свой уровень физического развития. Это совершенно важно. Нормативы ГТО школьники будут сдавать каждый год. А в добровольном порядке к ним присоединятся и взрослые. Вообще, отметил глава региона, республику неспроста называют одной из самых спортивных. Руководители не должны об этом забывать. Они обязаны создавать идеальную среду для того, чтобы их сотрудники почаще занимались физкультурой. Ибо государственная политика президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина направлена на формирование достойного гражданина Российской Федерации, любви к родине, любви к отчизне, формирование патриотического духа. Летний этап спартакиады завершился. Пока лидерские позиции удерживает команда администрации главы региона. Но все еще может измениться. Спортивные чиновники теперь готовятся к осеннему этапу. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня православные отмечают один из главных праздников в истории России. Про возглашение христианства в качестве государственной религии. Со школьной скамьи каждый россиянин знает, кто крестил Русь. Владимир Красное Солнышко, как ласково прозвал народ великого князя, был внуком княгини Ольги, которая на протяжении всей жизни старалась привить своему потомку любовь к христианской вере. При общении к христианской культуре в 988 году дало тогдашней Руси сильнейший стимул к развитию. Сегодня этот праздник становится все более популярным в нашей стране. В храмах и соборах как России, так и Чувашии проходят праздничные службы и просветительские мероприятия, основная цель которых – укрепить представление граждан о крещении Руси, как об особой исторической дате в жизни славянских народов. В этом году праздник Крещения Руси совпал с большим праздником мусульман – Ураза Байрам, что лишний раз напоминает о многообразии российского народа. Праздник знаменует завершение поста, который длился весь месяц Рамадан. В этот день принято делать добрые дела, проявлять заботу о ближних и сострадание к нуждающимся. Говорят, что это день радости, улыбок, молитв, милосердия и, конечно, вкусной еды. За несколько дней до праздника верующие наводят порядок, украшают дома и покупают подарки. Деньги для милостыни собирают заранее, чтобы бедные тоже смогли подготовиться к торжеству. Накануне вечером хозяйки готовят традиционные блюда восточной кухни и меняются ими с родственниками. Этот обычай называется «Чтобы в доме был запах пищи». В день Ураза Байрама на столе должно быть тесно от угощений. Ну а два самых главных участника застолья – баранина и сладости. В этот день праздника мусульмане совершают праздничную молитву и днамас. Это можно сделать дома. Но для мужчин принято молиться в мечети вместе с другими верующими. В эти выходные в Чебоксарах прошел юбилейный авиамодельный фестиваль «Чуматары-2014». В пятый раз любители с разных регионов собрались с Чувашей на фестивале авиамоделей. Представители трех республик Чуваши и Мариэл Татарстан основали этот фестиваль и дали ему необычное название «Чуматары». В отличие от прошлых лет, в этом году фестиваль проводится в авиамотор-спорт-клубе в Чебоксарах. Несмотря на дождь, не совсем летнюю погоду в фестивале приняли участие более 50 человек. Они приехали, чтобы посоревноваться в воздушных боях, поучаствовать в гонках на скорость, пообщаться и поделиться опытом. Зрители, не побоявшиеся дождя, смогли увидеть в действии самые разные авиамодели. От маленьких планеров до двухметровых самолетов. Каждая модель, несмотря на ее размер, настоящий самолет с мощным мотором, десятками проводов, топливными баками и двигателями. Стоимость некоторых моделей превышает 500 тысяч рублей. И в небе они ведут себя ничуть не хуже больших собратьев. В среду, 30 июля, на национальном телевидении Чувашии, сразу же после программы «Республика» смотрите интервью члена Общественной палаты России Николая Паштаева. Николай Петрович расскажет о своей общественной работе, о встрече с президентом страны и о тех проектах, которые он будет курировать в палате. Мне трудно ответить на этот вопрос, зачем мне это нужно. Вы знаете, есть родина позвала, значит, надо. Вопросы, кроме того, как я директор клиники, я еще заведующий кафедрой авторомологии университета местного, я бы не сказал, что это как-то в тяжесть. Но необходимость она есть. Конечно, времени не так уж и много, но я думаю, что как профессионал я окажу какую-то пользу для страны. Интервью с Николаем Паштаевым можно будет увидеть на национальном телевидении в среду в 19.45. А сегодня я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok